Мне интересно, Кадыр, когда ты видишь вот это, например, непосредственно вот это высказывание, вот эту свою речь, когда ты ее сейчас посмотрел, у тебя вот это вот ощущение, как бы сейчас провалиться сквозь землю, куда бы пропасть, у тебя оно возникает? В это самое время твой сын и твой помощник, смотри, что они делают в Дубае. Вот это твой помощник говорит, пока эти ни мужчины, ни женщины, то есть особи, ни мужского, ни женского пола, пока они, говорит, там болтают, мы говорим. Итак, я хочу начать с темы, конечно же, связанной с Украиной. Сейчас мы видим очень много поступает видеороликов, сообщений о том, что среди кадыровцев, отправленных кадыровым, отправленных на войну в Украине людей, я не хочу всех называть кадыровцами, потому что очень много поступает также информации о принуждении, о штрафниках, которые отправили, допустим, люди, которые провинились там, якобы перед кадыровским режимом, их в качестве наказания отправили в Украину. Конечно, этих людей язык не поворачивается называть кадыровцами. Поэтому, обобщая, скажем так, те люди, которых кадыров, кадыров и российская власть в Чечне отправляет, отправила в Украину, сейчас среди них, по всей видимости, возросли потери. Разная, конечно, информация ходит о количестве и так далее, но это информация, которую, к сожалению, пока мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, поэтому не будем называть никаких цифр. Но то, что участились видеоролики с фронта, участились видеоролики с убитыми, с ранеными, и самое главное, участились критика от самих же участников этих событий, от тех, кто находится на линии фронта. С той стороны, с российской стороны, и там, где они сами уже критикуют тех, кто их отправил. Вот эти вот моменты, учащение этих вещей говорит о том, что в целом ситуация там на фронте тяжелая, и потери реально они несут. В связи с этим, сейчас очень интересно слушать какие-то высказывания Кадырова пяти-шестилетней давности, когда речь шла о тех, кто отправляется, допустим, в какие-то там горячие точки из Чечни. Когда Кадыров и его приспешники объясняли, почему они не должны это делать, вот эти вот, эти их речи, они сегодня очень легко применяются против самих же кадыровцев. Давайте, например, послушаем, что говорил Кадыров буквально пять-шесть лет назад во время одного из совещаний. Кадырова пяти-шестилетней давности. Мне интересно, Кадыров, когда ты видишь вот это, например, непосредственно вот это высказывание свое, вот эту свою речь, когда ты ее сейчас... Посмотрел. У тебя вот это вот ощущение, как бы сейчас провалиться сквозь землю, куда бы пропасть, у тебя оно возникает? Бывает у тебя вот чувство, когда ты от стыда не знаешь, куда себя деть. Ведь эти, это твоя речь, когда ты говоришь, их дети учатся в высших учебных заведениях, ездят на дорогих машинах, отдыхают по там, ресторанам, отдыхают, гуляют по свадьбам, отдыхают в Дубае. Ведь это все сегодня о тебе, о твоих детях, о твоих родных. И в то же время твои слова, а бедный отец с матерью, которые с трудом вырастили своего сына, должны отправлять его на убой? Это про тех, кого ты сейчас отправляешь в Украину на убой. Это вот про тех самых добровольцев, недобровольцев, про всех них, про всех их. То есть ты отправляешь сегодня этих людей туда на убой, хотя вчера ты порицал тех, кто куда-то так же отправлялся или призывал там куда-то их отправлять. Ничуть не оправдывая тех вчерашних призывал, это не в оправдание тех людей. Но ты-то сам сегодня находишься на месте тех самых призывал, которые своих детей никуда не отправляли, своим детям давали хорошее образование. Их дети гуляли, твои дети сегодня гуляют в Дубае, катаются на дорогих автомобилях, ездят по свадьбам, танцуют, живут в свое удовольствие. Никак не рискуют. Мне кажется, ты сейчас в таком положении поставить себя на твое место, не дай бог. Мне кажется, ты сейчас должен был даже случайно умерших по каким-то естественным причинам своих родственников подбрасывать куда-то в Бахмут и говорить, что он там погиб. Это мой родственник, и он там погиб. То есть тебе настолько должно быть стыдно сегодня перед вот этими родственниками, родителями тех, кто умирает в Бахмуте. Хоть вы и говорите, там нет больших потерь. Ну окей, хорошо, больших, хотя в вашем понимании я не знаю, сколько это большие. Но вот твой, допустим, министр печати информации, он говорит, что даже один погибший для нас это большая потеря. Хорошо, но у вас же погибли там, и не один. Десятки, сотни погибли. Хорошо, не сотни. Десятки погибли у вас, допустим, сотни вы не признаете. Десятки погибли, погибли. У этих десяток есть родственники дома, у них есть отцы-матери. Это ведь те самые люди, те самые бедные отец-матери, которые растили этого сына, сыновей своих. Не для того, чтобы ты их отправил в Украину, и они там погибли под Бахмутом. Не для этого же. А твои дети, твои родственники, твои племянники, они в это самое время, когда сын вот этих бедных родителей там погиб под Бахмутом, твой сын, твой племянник, твои там приближенные, они в Дубае отдыхают, катаются на автомобилях. Твой племянник становится директором отжатого у французов Данон. То есть вы живете в свое удовольствие, вы занимаетесь образованием своих детей, вы занимаетесь их досугом. Каково тебе интересно понимать это, ощущать это? Вот давайте посмотрим. Давай я тебе, Кадыров, покажу, как твой сын и твой помощник, как они вот в это самое время в Дубае, когда сын этих родителей бедных, раненый или мертвый, лежит сейчас в Бахмуте, в это самое время твой сын и твой помощник, смотри, что они делают в Дубае. Пока, говорит, вот этот твой помощник, говорит, пока эти ни мужчины, ни женщины, то есть особи ни мужского, ни женского пола, пока они, говорит, там болтают, мы, говорит, здесь отдыхаем и будем дальше, он говорит, вот так вот двигаться. Кому он это говорит? Явно не мне, потому что это не я об этом говорю. Об этом сейчас, хвала Аллаху, сейчас уже эта критика звучит в ваш адрес, не только от тех людей, как мы, противостоящих вам, там, агентам Запада, как вы нас называете, людям с той стороны, вашим противникам. Нет, сейчас эта критика уже звучит от ваших же сторонников или людей, отправленных вами в Украину. Вот, например, один из них, послушай, что он говорит. Агентам не михаек, агентам не кем-там, ага. Там дома в Чечне, он говорит, вот эти вот ребята с накачанными бицепсами, на машинах с сиренами и с длинными пистолетами. Они, говорит, не дают, не давали, говорит, не поехать, не пройти везде, говорит, ну, то есть это, он жалуется на то, что когда он был дома, постоянно вот эти вот люди мешали не поехать, не приехать, эти сирены, там, постоянно какие-то проверки. Где, он говорит, интересно, сейчас эти люди, когда они здесь, нам так нужны товарищи, он говорит, ведь нас, мы здесь почти уже заканчиваемся. Это, говорю, не я, не какой-нибудь там человек с запада, критик, который находится на зарплате у западных спецслужб, как вы говорите. Нет, это теперь говорит человек, находящийся на линии фронта с вашей стороны. И вот под этими людьми с накачанными бицепсами, там ведь он просто наверняка не посмел сказать, как есть, как на духу. Но под эту категорию-то твои родственники первыми попадают. Это ведь они с сиренами, прежде всего, там, разъезжают со своими кортежами, со своими охранами. Про них он говорит. Вот каково, интересно, тебе, зная это, зная, что это мнение, эта критика звучит уже от тех, кого ты отправил погибать в Украину, зная, что родители тех погибших, кого ты отправил, и даже еще не погибших, которым еще предстоит, возможно, погибнуть, возможно, быть ранеными. Вот эти вот родители, они ведь сейчас тоже смотрят то, что я говорю, и они согласны с тем, что я говорю. Кадыров, они знают это, они презирают тебя, презирают за то, что вчера ты критиковал кого-то за то, что ты делаешь сегодня. Хотя бы сделай какой-то вид. Я говорю, на твоем месте уже надо было специально своих родственников, хотя ладно, не буду произвести, сейчас это еще, YouTube воспримет это как призыв к чему-то запрещенному, поэтому хотел пошутить насчет твоих родственников, которых не буду. Тебе сейчас надо, чтобы хоть немного сделать вид, что твоя семья, твои родственники тоже в этом как-то участвуют. Тебе нужно какие-то потери понести, пойми, уже просто отправить Хамзата Кадырова там и трех своих отпрысков туда просто поснимать тикток и вернуться, это уже не сработает. Даже если тебе будут говорить боты какие-то там, будут что-то печатать, пойми, не сработает. Для родителей, чего сына привезли, мертвым, это не сработает. Сработает только если мертвым привезут твоих, несколько твоих родственников. Поэтому организуй, для тебя это тоже, я думаю, не проблема, организуй несколько тел своих родственников с украинского фронта, чтобы сказать, что ты тоже понес в этом какие-то потери. Я хочу вот к этим родителям обратиться, тех людей, которые либо по собственному желанию оказались там в Украине в рядах российской армии, ну и тем более тех, кто там оказался не по своей воле. Посмотрите вот этот ролик Кадырова, маленькую часть того, что он говорил. Перешлите между собой, поделитесь этими словами. Посмотрите на то, как они ценят ваших детей, как они к ним относятся. Задумайтесь о том, где находятся ваши дети сейчас, в каких они условиях и в каких условиях находятся его дети. Знаете, когда в месяц Рамадан, когда все постятся, бывает категория людей, которые не постятся по причинам дозволенным. То есть, они имеют право не поститься. То есть, человек может болеть, либо у кого какие-то есть там шариатские причины. Или женщина, например, в определенный период не имеет права даже поститься. То есть, ей нельзя поститься. Но эти люди, то есть, ислам запрещает этим людям из-за того, что они не постятся, выходить и дразнить постящихся. Они не могут выйти на улицу и перед людьми есть, допустим, понимаете, есть определенные правила. Несмотря на то, что он абсолютно законно, по соответствии с исламом, он не постится, он или она. Но это не дает ему право выходить и на всеобщее обозрение показывать, что он не постится, дразнить людей. Вот точно так же, вот эти вот подлецы, они должны были хотя бы из этих соображений, хотя бы не выпячивать то, что их дети отдыхают в Дубае, ездят на машинах, гуляют, посещают свадьбы, снимают тиктоки, наслаждаются жизнью в то время, как ваши дети погибают в украинских окопах под бахмутом. Понимаете? Просто эх, епизарцан, им должно было, они должны были постыдиться вас, отправив вас на убой, хотя бы не выпячивать то, как они живут, по-тихому где-то, понимаете? Если они трусы, которые сами не могут возглавить это сражение, которое они называют газоватым, они же говорят, они вас призывают погибать, они вам обещают рай, если вы там погибнете. Но сами они в этот рай не спешат, не хотят. Так вот, если они сами трусы и не хотят в обещанный имидж рай, то они хотя бы должны были скрывать это, не выпячивать, где-то, знаете, там в резиденции аккуратно спрятались, чтобы когда в комментариях Кадырова мне нибудь там писали бы, а где твои дети? Он бы говорил, они все болеют, они где-то там в больницах лежат, они не могут, понимаете? А тут они еще и выпячивают, и еще его помощник, обращаясь к вам, говорит, пока вы, говорит, особи там не мужские и не женские особи, что-то там болтаете, мы, говорит, вот здесь отдыхаем и так и будем, говорит, дальше это делать, понимаете? Вот что удивительно. И я понимаю, что один-два голоса моментально загасят, но если эти голоса палются в массовом характере, то на них как-то по-любому реагировать им придется. Поэтому вы думаете об этом. Одно дело, что я здесь, агент Запада, что-то говорю, а другое дело, когда это говорите вы, вы, родители тех, кто сейчас в Бахмуте, или вы, те, кто сейчас в Бахмуте, ваши слова, они воспринимаются совершенно по-другому. Вас обвинить в том, что вы агенты Запада, будет сложнее. Если вы будете один или два человека, то будет просто, но если у вас будет 30, 40, 50, 150, 2500, то это будет невозможно. Поэтому подумайте об этом. Не спешите, не делайте каких-то необдуманных действий, на эмоциях не действуйте. Подумайте о том, как скооперироваться, как сделать так, чтобы не кто-то высказал его моментально, загасили, а как сделать так, чтобы координированно, массированно высказать это мнение, эту критику, чтобы нельзя было уже по отдельности, нужно было уже всех вместе вас долбить. А они долбить всех вместе, они тем более в этих условиях не посмеют, поверьте. В общем, подумайте об этом. Субтитры создавал DimaTorzok